Дорогие друзья, сегодня вышло самое первое обновление в моей игре Russian Driving. Всем вкус, с вами Айрон, и сегодняшний день в ролике мы будем играть в группу названием RobuxWing Russian Driving. Вышло новое обновление в пятницу в Russian Driving. Смотрите, дорогие друзья, мы просто сделали очень-очень много чего интересного. Давно мечтал купить робоксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно на rbx. Здесь вы можете купить робоксы по самому вагонному курсу, не беспокоясь за безопасность своего аккаунта. На сайте робоксы всегда есть наличие, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями, выполняй простые задания и получай за это все робоксы. Вступай на дискордсеры с регулярными розыгрышами, группу ВК с масштабным розыгрышем на стене и тысячи отзывов от реальных покупателей. Все это только на rbxl. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. В общем, смотрите, добавлено очень много чего, и мы будем потихоньку, так сказать, смотреть все обновление. Добавлено новые 15 новых машин, добавлен заработок за езду на автомобиле, был пофикшен баг с автомулконом, добавлен лимитированный пак некоторые изменения по карте, некоторые изменения по графике, был убран туман и была добавлена фри-камера, дорогие друзья. Давайте сразу же начнем с фри-камеры, что она бесплатная, она для всех, дорогие друзья. Мы услышали вас, мы добавили ее. Нажимаете Shift-P, она только на ПК, это, ну, как бы мы ничего не можем сделать, если у вас с телефона вы не сможете ее включить. Но Shift-P и все, у вас доступна фри-камера, вы можете летать по карте, делать красивенькие скрины. И, дорогие друзья, если вы хотите поделиться своими скринами и идеями, что можно добавить, вы можете перейти в, получается, дискорд-сервер нашего режима и там уже общаться и кидать идеи по режиму. Ну и вообще все новости тоже узнавать там. С фри-камерой мы разобрались, дальше, дорогие друзья, был убран туман, посмотрите на вот эту вот карту, как же живенько она стала выглядеть, ну, просто посмотрите. Были добавлены изменения в карте, немножечко мы изменили дороги в некоторых местах и мы добавили горы, то есть границу карты. Теперь она не просто там можно вылететь, а вот такая вот, теперь у нас граница карты красивая. Так что, дорогие друзья, мы немножечко изменили карту. Смотрите, у нас дальше мы добавили новое специальное предложение, лимитированный пак, где только 10 копий получается GTR у нас, дорогие друзья. То есть вы, если купите этот пак за 800 робоксов, получите Nissan GTR, 3 слота для авто и 5 мультов. Ну, если вы сами, конечно, посчитаете, то это будет намного выгоднее, чем покупать 5 миллионов. У нас добавлен, кстати, новый GTR, Nissan GTR, ну, пока что про машины мы упустим, пока что не будем говорить про машину. Дальше у нас, получается, мы пофиксили баг с автоугоном, это мы немножечко попозже покажем. И, получается, добавлен заработок за езду на автомобиле изменено. Кстати, много багов было по фикшену, типа, чтобы более лучше игралось. Ну, посмотрите, мы катаемся, мы получаем теперь бабки. Немножечко попозже, скорее всего, мы немножечко доработаем эту систему, чтобы немножечко больше давало, потому что, ну, слишком мало. Наверное, по 500 в секунду, может быть, с нормальной скоростью ехать. Ну, короче, вы поняли. Давайте, наверное, я вам покажу новый вид автоугона. Теперь он доступен у вас, кстати, с третьего уровня. Вы, получается, берете заказик. Теперь у нас тут, как говорится, добавлен автовокзал. Я в прошлом ролике говорил, что он не был доступен, хотя я ошибся очень сильно, ведь он был доступен. Зато теперь с третьего уровня можно получить эту работу. Если что, уровень с самого начала нужно брать вот с помощью доставки. Вот мы, получается, подъезжаем к вокзалу. Это, кстати, новое место, как я понимаю, чтобы угнать машину. Мы подходим к машине. То есть, теперь у нас машина имеет какую-никакую коллизию. Теперь мы должны попасть в сектор. Теперь у нас пишется, что, например, успешно. Теперь легче попасть в центр. Автомобиль успешно взломан. Мы его взломали. И, получается, едем до доставки машины. И, как бы, ну, по сути, это все изменения в автоугоне. Конечно, почти такое же. Просто немножечко интерфейс красивый добавили. И все. Ну, в общем-то, вы меня теперь поняли. Дорогие друзья, все. Теперь мы давайте сейчас поговорим про новые... Больше 15 новых машин. Больше 15 новых машин, друзья. Заходим в автосалон. Первая. Четырка. За 50 тысяч, дорогие друзья. И я ее покупаю. Сейчас посмотрим на эту четырку. Просто посмотрите на эту четырку. Вот так вот она выглядит. Вот такая вот красоточка. Теперь вы можете приобрести ее за 100 косариков. Или за сколько? А, даже за 50. Пардон. Дальше у нас Волга. Волга за 75 тысяч, дорогие друзья. Вот она. Смотрите на нее. Вот такая вот Волга. Теперь вы можете приобрести Волгу себе в гаражик. Дальше. Дальше мы идем сюда. Лада Приора, дорогие друзья. За 320 тысяч, дорогие друзья. За 320 тысяч. Вот такая вот Приора. Просто посмотрите на это. Просто произведение искусства. Ну, красавица. Ну, такая прям бандитская, бандитская машина. Дальше у нас новый Роуз Ройс, дорогие друзья. За 125 миллионов. Ну, давайте пока что его упустим. Мы пойдем дальше. Бентли Континенталь за 40 мультов. Додж Челленджер за 5 миллионов. Дальше у нас БМВ. БМВ получается рестайлинг. Мы ее покупаем. Я вам показываю ее. Посмотрите. Я, конечно, наверное, продам. Наверное, да, вот эту вот Бшечку. Вот, посмотрите. Это рестовая новая М5 F90. Просто посмотрите на эту просто кроссовочку. Это новая рестовая Бхан. Дальше у нас мы идем. Получается, следующая машина новая Е90 за 4 мульта. Посмотрите. Новая М3 ТЕ90. Красотка. Ну, красотка, дорогие друзья. Ну, посмотрите на нее. Мне она очень сильно нравится внешне, реально. Дальше у нас... Дальше у нас F10. Вот такая вот за 3 миллиона 520 тысяч... 550 тысяч, пардон. Вот такая вот Бшечка еще одна. Мы любим БМВ, да. Но мы не БМВ, дручеры. Не подумайте. Так, дальше у нас... Я почему продаю, потому что у меня доступно парковочных мест. Как бы не бесконечное количество. Так что я продаю. Это была у нас... Вот. Е60. Старенькая Е60 за лям 50. Посмотрите на эту Бшечку. Красивая. Посмотрите. Вот такая вот старенькая Бшечка. Кто любит старенькие машины, вы, в принципе, можете лайк поставить. Дальше у нас... Посмотрите. БМВ 7 серии 750i. Это просто такой корабль. Ну вот, просто посмотрите. Кстати, баг новый. Ну ладно. Посмотрите на вот этот вот огромный корабль. Ну это реально корабль. Вот так вот она выглядит. Прям такая хорошенькая, добротная машинка. Получается, продаем. Дальше мы идем. Дальше у нас... Я слишком пропустил. Пропустил много машин. Это у нас была F90. Новый Mercedes GLS. Посмотрите. AMG до 23 миллиона. Сколько-то там еще это самое. Ну, у нас с немножечко картинками проблемы. Ну, вот посмотрите на этот GLS. Но я его, я думаю, оставлю себе. Красивый. Красивый, дорогие друзья. Дальше у нас мы идем и покупаем еще следующую машинку. Дальше у нас вот такой вот Merrin. Вот такой вот Mercedes. Mercedes. Вот такой вот, посмотрите. Вот он. Вот он. Красивый. Вот такой вот Mercedes. Mercedes. Такой прям люксовый. Я бы даже так сказал. Дальше мы покупаем... Дальше мы покупаем... Есть вот такой вот старый Mercedes за два с половиной мульта. Вот он. Смотрите. Вот такой вот старенький Mercedes. Люксовый тоже. Тоже прикольный, красивый Merrin. Дальше мы идем. У нас Nissan GTR за 10 миллионов, дорогие друзья. Смотрите, какой Nissan GTR. Просто я его тоже, наверное, себе оставлю. Навсегда. Посмотрите. Ну, красивый, красивый Nissan GTR. Некоторые идеи мы ваши реализовали. Не все, но в пределах всего возможного. Мы, что это самое, будем реализовывать ваши идеи. Porsche Panamera за два с половиной миллиона. Если честно, как-то мало. Как-то мало. Ну, вот, посмотрите, дорогие друзья. Porsche Panamera. Просто такой, в черном еще стиле. Ой. Просто кайфная. Очень кайфная машина. Дальше у нас, получается... ЦЛС был. Волчок был. Это было. Вот, дорогие друзья. Mercedes E63 2021 года. Мы прям по Ешкам уже пошли. Так, получается, вот она. Вот она наша Ешка. Вот, смотрите, какая красивая. Красивая. Очень красивая, добротная машина. Так, дальше у нас, дорогие друзья, идет... Что у нас получается? Вон так вот немножечко пролистываем. Так, вот она Ешка. Старая Ешка. Гелик. Гелик за 12,5 мультов. Может, мы старую версию еще добавим, но пока что вот такой вот. Он еще... Он вообще был, но там небольшой баг был, так что его нельзя было купить. Но посмотрите на вот этот вот новый Гелингтаваген. О, ну просто красивый, большой такой. Конечно, колеса какие-то маленькие слишком, но в принципе нормально. Красиво выглядит, добротно, добротно. Так, дальше мы... Ээээ... Все. Так. Дальше у нас Геликтаваген. Так, вот это вот Акула. Тойота Камри за 2,8 мульта. Посмотрите на эту Камри. Вот такая вот Камриуша. Если честно, мне не нравится Камри, но... В принципе, кстати, смотрите, подписчик уже себе золотой гелик купил. Посмотрите, е-мое. Уже, уже люди как бы уже покупают новые машинки. Так, дальше у нас это вот это было, вот это было. Вот, дорогие друзья, последний Land Cruiser. Не знаю, почему у него вот это не покрасилось, но... Посмотрите на этот Land Cruiser. О, божечки. Посмотрите на него. Красивый какой. Такой прям... Максим одобряет. Максим одобряет. Так, и последние 2 машины, дорогие друзья, которые остались у нас. Это первая... Нет, 3 последние машины. Dodge Challenger за 5 мультов. Покупаем. Эээ... Вот он. Hellcat. Dodge Challenger. О, божечки. Какой он красивый. Я его, конечно, тоже оставлю. Но это же Hellcat. Но это же Dodge. Посмотрите на него. Красивый, добротный Dodge. Дальше у нас идет... Эээ... Бентли. Континенталь. За 40 миллионов баксов. 40 миллионов, вы думаете, так дохрена. Но в этой игре, в принципе, 40 миллионов можно вообще спокойно это заработать. Посмотрите на эту Бентли. Блин, я, конечно, так слишком выделяюсь в этой Бентли. Мне это не нравится, но... Ну, посмотрите. Ну, красивая. Красивая. Мне нравится. Очень красивая Бентли. И последняя машина. Самая... Первая... Самая дорогая машина в игре. За 125 миллионов. Rolls-Royce. Новый концепт. Просто посмотрите на него. Вот... Ээээ... Вот он. Вот он. Rolls-Royce за 125 миллионов. О, божечки. Посмотрите на этот Rolls-Royce. Посмотрите на эти фары. Но это не круто же. Круто. Просто это бомбически, дорогие друзья. Ну, что ж. Получается, вот столько новых машин добавлено в наше новое обновление. Если вы захотите больше обновлений. Если вы хотите, чтобы я дальше снимал эту игру. Развивал её и добавлял ваши идеи. Которые вы бы хотели видеть в этой игре. А следующее обновление, которое выйдет в пятницу, вам точно должно понравиться. И там дохренище нужно бабок на это обновление. Так что, если вы хотите дальше, так сказать, покупать машинки. И как-то прокачиваться. То, конечно же, фармите, фармите. Ещё раз фармите на автоугоне. Ну, либо же можете теперь кататься просто. И получать за это тоже деньги. За это тоже можно кататься и получать деньги. Ну, всё. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вот так у нас получился видеоролик. Надеюсь, вам понравилось. Вы не забыли поставить лайк, подписаться на мой канал. Ну, с вами был Айрон. Судачи всем пока-пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok